добрый день дорогие друзья сегодня я расскажу вам про гаденовский крест за 30 лет до завоевания мусульманами константинополя и крушение великой православной державы византии в 1 1423 году 11 июня в россии на ростовской земле внимание пастухов привлек свет изливающийся с неба на землю подойдя к нему они увидели необыкновенное зрелище в воздухе стоял крест господине а рядом святитель николай чудотворец с евангелием в руках как свидетельствует сказание пастухи от страха подоши аки мертвые на целый час когда сила божия укрепила их они услышали голос будет на 7 месте благодать божия и дом божий аще кто с верою приидет помолитесь а будут многое исцеление и чудеса от животворящего креста молитвы ради чудотворца николы шедший проповедите сия всем людям чтобы на 7 месте люди поставили церковь но как воздвигнуть церковь на болоте местные зодчие посчитали такое невозможным и дерзнули заложить храм чуть поодаль господь вновь явил чудо в первую же после начала строительства ночь поставленное основание новой церкви исчезла найти пропажу озадаченным строителям помог все тот же неизреченный свет изливавшийся точно на месте явления креста там же я в болоте виднелись и бревна постройки теперь уже мастера сподобились услышать глаз божий который повелел на 7 месте поставьте церковь мою и будет благодать велика и чудеса много произойдут с верою приходящим помолитесь и будут много исцеления непостижимым для человеческого разума образом за одну ночь образовался поток который собрал всю болотную воду а на месте явления креста образовался холм на котором выстроить храм уже не представляла никакой сложности в одна тысяча пятьсот шестом году случился пожар и пламя охватила деревянную церковь после пожара к изумлению жителей посреди пепелище стоял совершенно невредимый животворящий крест в одна тысяча девятьсот семнадцатом году из храма были вынесены все ценные предметы но господь явил свою милость не дав вынести крест с того места где он повелел ему быть как ни старались они сдвинуть святыню с места сделать им этого не удалось в злобе стали они пилить и даже рубить крест но их усилия не увенчались успехом дерево став будто камень не поддалось железу инструментов лишь на руке изображенного на распятие господа остался неглубокий след от пилы в назидание и в разумление всем сомневающимся в чудесах божиих ничего не добившись атеисты ставили святыню в покое однако нашелся еще один богоборец наблюдавший за происходящим возмущенный тем что двое здоровых мужчин не могут справиться с куском дерева он схватил топор и в злобе ударил по стопе образа спасителя кусочек мизинца от святыни упал на пол богоборец торжествовал по рассказам у односельчан человек этот прожил нелегкую жизнь и в семидесятых годах умер от заражения крови поразивший гананаге именно тот мизинец который он отрубил 50 лет назад на образе распятого христа из разоренного храма воздвижение чистного и животворящего креста господни местные жители решили перенести святыню в ближайший подходящий для сохранения креста храм таковым оказался храм во имя святителя и он на златуста в селе годы новой ярославской области крест находится там и поныне рядом с храмом во имя святителя и он на златуста расположенным в селе годы нова постоянно живут инокини и не каждый день читают перед чудотворным распятием акафис честному и животворящему кресту господню на нерукотворном холме на месте явление животворящего креста господни в 1 1998 году была основана монашеская община была построена деревянная часовня и отслужен молебен 27 сентября в праздник крестовоздвижения рассказы о чудесах и исцелениях от креста многое века записываются в специальную книгу хранящуюся в храме святителя и он на златуста в дни празднования годы нова посещает до 10 тысяч человек в день и не идут поклониться животворящему кресту и попросить помощи годы новский крест напоминание нам евангельской истины ищите прежде царство божие и правда его на этом на сегодня все следующий раз я расскажу вам о миротычащем кресте оставляйте свои комментарии что вы думаете об этом чуде а также присылайте истории явления бога и богородицы о которых вы знаете если вам не понравился рассказ или вы не верите в бога а думаете что люди произошли от обезьян то ставьте дизлайк а если вы человек верующий и вам понравился рассказ ставьте лайк и подписывайтесь на канал это очень поможет продвижению канала верьте в бога и уповайте на него и бог вас никогда не оставит всем пока